Шабад шалом дорогая община Благословен ты наш Господь и Бог, избравший нас из среды народов и давший нам Свою Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Присаживайтесь, пожалуйста. Благословен Господь. Глава повествует нам о жизни этого замечательного человека, о жизни Ноя и связанных с его жизнью событиями. Какие же это были события? Хорошо всем нам известный потоп. Мы все знаем это, причем знаем, как правило, с ранних лет. Но не только о потопе говорится в этой главе, говорится о Завете. Предоставляются нам определенные родословия также. В конце главы мы читаем о Вавилонской башне и смешении языков. Помните, кто читает Библию, тот помнит эти такие выражающиеся события, которые описывает нам Писание. Вот это такое содержание, то, о чем говорит нам данный раздел Акторы. И наша глава начинается родословием и заканчивается родословием. Начинается родословием Ноя, заканчивается родословием Сима, от которого произошел Авраам. Хорошо, также нам известный персонаж. И начинается глава «Жизнь праведного человека» и заканчивается она опять повествованием о праведном Аврааме. Но сегодня я не буду сравнивать этих двух персонажей, хотя очень вышел бы интересный комментарий, сравнение. Сделаем это в дальнейшем. Сегодня я хочу поговорить немного о другом. Хочу немножко обратить внимание не на родословие как таковое, а на само понятие родословий. Потому что, как мы с вами хорошо знаем, то книги Торы, они разделены на недельные главы. И вот наша книга Бемидбар, книга Берешит, прошу прощения, книга Берешит, она поделена на 12 недельных глав. Но христианская традиция, она так же само разделяет Писание. И вот книга Бытье в традиционном христианстве, она так же разделена на два определенных раздела. Но также разделена на 10 таких отрывков. Эти 10 отрывков – это 10 родословий. И если мы посмотрим вообще, то как в еврейской традиции, так и в христианской традиции, родословиям такое придается значимое значение. И что же такое родословие? Родословие в Писании – это своего рода такие границы в этапах развития жизни человека и в этапах отношения человека с Богом. И в каждом из этих этапов мы можем видеть происходящие такие определенные фундаментальные события, которые Бог хотел донести до нас с вами. И если мы посмотрим, то до конца нашей недельной главы мы видим 5 родословий. Непосредственно в нашей недельной голове говорится о трех родословиях. Я перечислю вам 5 родословий в первых двух книгах книги Бытия. Первое – это сотворение самого человека, Адама и Евы. Потом идет родословие Адама. В нашей главе мы видим родословие Ноя. Потом родословие идет детей Ноевых. И пятое родословие – это родословие от Сима до Аврама. Эти события записаны в двух книгах Торы, но вмещают они в себя довольно-таки вместительный период времени. Потому что если мы с вами посмотрим, то, например, от Сима до Аврама прошло 4 века. Это довольно-таки много времени. Нам, читая как бы две главы, мы читаем быстро. Ну, как бы оно нам кажется, все так проходит очень скоротечно и вроде немного, но это довольно-таки длительные отрезки времени. И для чего я это говорю? Потому что, чтобы мы яснее понимали картину происходящего. И понимание картины, понимание этих событий, оно приблизит нас к тому посланию, которое Бог хочет донести до нас с вами. Понимаете, интересно, что, читая данный раздел Торы, зачастую оно представляется людям каком-то мифической сказкой даже. Потому что люди, жившие по 900 лет, по 800 лет, как написано, сыны Божьи, ангелы, исполины. И оно такое представление, немного какое-то сказочное, мифическое бывает иногда. Но это все реальные события. Вопрос, главное, как правильно понимать описываемых нам, представляемых нам персонажей. И если мы будем читать внимательно Тору, то вот в наших этих двух главах, казалось бы, из 12 глав книги Бытие, две главы, и вообще по отношению со всей Торой, со всем пяти книжем это немного, но в этих двух главах заложены четыре фундаментальные темы, четыре фундаментальных откровения. Я вам скажу об этих откровениях, кратко не буду в них улыбляться. Первое, это то, что Бог творец и создатель всего. Мы читали в прошлой главе, да, мы знаем, что и Писание говорит о том, что все не произошло посредством взрыва, посредством, допустим, войны между богов, как это преподносится в восточной культуре, или посредством сексуальной отношения этих богов. Опять-таки, это истории восточных культур. Нет, все создал Бог. Далее мы видим, что венцом Божьего творения был человек, и грех, который пришел в жизнь человека через непослушание, он принес радикальное изменение в жизнь человека. Это вторая тема. И грех, он стал преградой в отношении человека с Богом. Грех стал преградой в отношениях между человеком и с человеком. Грех привел вначале к брата убийству, потом к мстительному убийству. Растление шло быстро, и оно показано такими моментами, хоть и период времени большой, но почему Бог и автор того, кто писал, он показывает это так, оно дает такие яркие краски понимания, как грех разрушал человека. Далее, третья тема, это божественное правосудие. Бог не может реагировать просто так на грех, и на грех всегда приходило наказание. Но из этого вытекает четвертая тема. Тема того, что милость Божия, она всемремлющая, и всегда в наказании мы видим милость Бога к своему творению. Вы помните, Адам, ему было сказано, что в тот день, в который скусишь плод, смертью умрешь, но смерть его не произошла сразу. Да, он стал смертным, но смерть его не произошла сразу. Каин убил брата, но Бог говорит, что кто убьет Каина, тому отомстится всемиро. Всегда мы видим милость Божию. Это очень важные моменты, и в нашей недельной главе мы видим яркое раскрытие этих тем, соединение этих тем, и ярко выражены три последние темы. И если мы вспомним предыдущий, конец предыдущей недельной главы, то мы увидим своего рода апогей растления человека грехом. Вы помните эту историю, это было то, что сыны Божии, они начали брать жены человеческих, и после вот этих событий, я не буду полностью их описывать, Бог раскаялся в своем создании человека и решил произвести поток. Это был такой пик греховного растления. Ну, это местописание, оно немного имеет такой противоречивые комментарии интересные. Так вот, например, в отношении, я имею в виду сынов Божьих, Иосиф Лавий, Филон Александрийский, они говорили, что это были ангелы. Наши некоторые, скажу так, в большей степени, я бы сказал, правильнее будет сказать, в большей степени, еврейские комментаторы Торы, они говорят, что это не были ангелы, что это не сопоставимо с самой Торой. Они говорят о том, что это были сыны Божии, благочестивые потомки Сифа. И дочери человеческие, это были уже потомки Каина, которые были растлены грехом. Но независимо от того, как это происходило, мы видим, что это была критическая точка, и мы видим, что Бог, Он раскаялся в Своем содействии человека и решил произвести потоп. Но вслед за этим мы сразу же видим, что опять милость Божия, она является к Своему творению. Эту милость мы видим в излиянии благодати на праведного Ноя, в лице которого Бог и спас Своё творение. И давайте рассмотрим эту интересную личность и обратим внимание на три основные черты его характера. И сразу попытаемся понять, что это даёт нам, нам, верующим Нового Завета. Потому что, изучая Тору, мы изучаем её для того, чтобы принять что-то для себя, и чтобы в нашей жизни что-то изменилось. Послание Божие, Слово Божие, оно освещает нас, оно имеет цель определённую. И давайте попытаемся увидеть, что же этот раздел Торы даст нам в повседневной жизни. Первая черта его характера, я её назвал так, Ной молчаливый проповедник. Давайте прочитаем вообще начало нашей недельной главы. Написано о нём следующее. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный вроде своём. Ной ходил пред Богом. Да, вот интересное, но немногословное описание, но из этого описания мы можем видеть очень важные моменты. Во-первых, то, что Ной знал, что такое правильно, что такое неправильно, потому что делал он выбор как раз в сторону правильного решения. Ной ходил непорочно, это опять-таки подтверждает то, что была порочность, была непорочность. Он делал так, как надо было делать, как того ожидал от него Бог. Следующим, я считаю, самым важным моментом в данном отрывке, это говорит то, что Ной ходил пред Богом. Вы помните, после грехопадения Адама, Адам от Бога начал скрываться. Он спрятался от Бога, а Ной ходил пред Богом. Он, его состояние, его жизнь давала ему возможность ходить перед Богом, не боясь и не страшась какого-то наказания. Его жизнь, как она описана, была жизнью человека праведного. И если мы почитаем в Новом Завете о Ное, то 2 Петра, 2 глава 5 стих пишет нам следующее. «Но в восьми душах сохранил семейство Ноя проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых». И вы знаете, еврейские комментаторы, опять-таки некоторые скажу, что они говорят о Ное, как о человеке, который не говорил о Боге. Вообще, они любят сравнивать Ноя с Авраамом. Так вот, говорят, что Авраам, например, когда Бог хотел истребить Содом и Гоморру, то вы помните эту историю, Авраам вступился, и у него был своего рода диалог с Богом, в котором он просил этого не делать. А Ноя же, они говорят, что Ной этого не делал. Ну, у них были немножко разные, конечно, планы от Бога, но вообще, если мы посмотрим, действительно, в нашей главе мы не видим призыва к покаянию, или даже, мы даже не видим, что Ной говорил к Богу. Ной исполнял то, что ему Бог повелевал. И его вот такая вот праведная и непорочная жизнь, она была своего рода проповедью правды. Он жил правильно, Он жил праведно. И это было такое удивительное действие на тот период времени, которое Бог заметил. И хочу сказать, что вот, если мы с вами посмотрим, то мы тоже не все евангелисты, правильно, по призванию. Ну, не всем дано идти на улицы и говорить о Боге, и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. Не правда ли? Однако я хочу сказать, что у каждого из нас есть призвание быть светом Иешуа Мессии. Это призвание для каждого верующего человека. И неверующие люди, смотря на наши с вами жизни, они должны видеть нас, детей Божьих, должны видеть христиан и учеников Христовых. И сам Иешуа в Евангелии от Матвея, он сказал, я прочитаю, хорошо нам известное местописание. «Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так досветит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». И знаете, скажу, когда-то давным-давно, много лет назад нам в общину приезжал наш друг, служитель Божий, Джефф Коллинс, многие его хорошо знают, и мне запомнились его такие слова. Запомнились, я тогда был совсем молодым верующим, и мне запомнились его слова. Он сказал, проповедью Евангелия должна быть ваша жизнь. Слова вы должны сказать в конце последних пять минут, когда вас спросят. Вы знаете, интересный момент, это одна, я не скажу, что это должно быть постоянно, но меня это коснулось, это одна из форм проповеди Евангелия, потому что, опять повторюсь, не все мы евангелисты, которые можем смело идти проповедовать, но наша жизнь должна быть проповедью Евангелия. Мы не должны открыто прийти, заявить, сказать, что мы верующие, и делать потом такие подступки, о которых стыдно и говорить. Нет, мы должны жить жизнью христиан, жизнью верующих людей, и чтобы это было проповедью Евангелия. В нашей главе есть даже формула, как это делать, но на это у нас нет времени, к сожалению. И скажу одно, что у верующих Нового Завета у нас есть большая благодать и большая возможность, чем у людей того времени, потому что наша природа новая. Мы рождены свыше. Слава Господу! Второй пункт, Ной настоящий служитель, я назвал его. Очень интересный момент в этом вопросе, вот в описании Ноя, это момент построения самого ковчега. И если мы посмотрим, это было довольно-таки внушительное строение. Даже для нашего времени, это не маленькое строение, длина ковчега была порядка 140 метров, ширина 23 метра, высота 14 метров. Как человек с морским образованием, скажу, что это средний сухогруз нашего времени. Это довольно, это не маленький корабль. Вот Сережа есть моряк, он может подтвердить мои слова, что это средний сухогруз. И вот, знаете, что такое строение нельзя было делать не тайно, его нельзя делать быстро. Если тем более, опять-таки, если мы будем читать внимательно Тору, то на тот период, уже после того, как появились люди, имеющие определенные искусства в этом вопросе, на тот период это было очень серьезное действие. И я скажу, я думаю, что, наверное, Ной был своего рода чудаком своего времени. Но это был не простой чудак, это был очень целеустремленный чудак, это был очень настойчивый чудак. И есть такое мнение, оно довольно распространенное мнение, то, что строительство Ковчега, оно происходило в период 120 лет, что Ной строил Ковчег 120 лет. Основывается это суждение на, опять-таки, на Торе, это на 6 главе 3 стихе, 3 стихе предыдущей главы, в котором говорилось, что жизнь человека становится 120 лет. Вы помните этот отрывок, если нет, сможете почитать. Так вот, мы видим, что, я не буду тщательно разбирать его, но скажу, что мы не видим, чтобы после этих слов человек стал жить 120 лет. Очень многие жители жили долго со мной, после этого жил около 500 лет. И в дальнейшем мы видим, что жизнь человека, она была 70-80 лет. На основании этого, если захотите, покопаетесь, можете понять, что это мнение имеет как бы место. Но вот такая вот информация. Понятно в любом случае, что это был очень долгий период. И Ною приходилось прилагать определенные серьезные усилия, чтобы это сделать. Интересно то, что Ноя, Он спасал не только свою семью и себя в этом действии, Он еще исполнял Божий план. Это было служение. Это не было просто спасение. Я делаю для того, чтобы спасти себя. Это было Его служение в плане спасения, творения Божьего. И в Новом Завете Ноя представлен как муж веры. Я вам прочитаю отрывок из Евреям, 11 главы 7 стих. Верую, Ноя, получив откровение о том, что еще не было видимо, Благоговее приготовил ковчег для спасения дома своего. И ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Он был спасен, потому что он поверил Богу. И для нас с вами, вы знаете, это очень хороший пример, пример усердия в своем служении, и пример исполнения своего призвания. Как мы с вами видим, вот часто бывают люди, берут какое-то служение, с усердием загораются, все делают, но потом начинаются, как говорят, трудовые будни, начинаются препятствия, начинаются какие-то проблемы, руки почему-то опускаются, и по концовке бывают моменты, когда люди говорят, Бог меня выводит с этого служения. Послушайте, друзья, я скажу вам, что на полпути Бог никогда так не делает. Бог делает, может сделать это в конце пути. Когда ты сделал то, к чему ты шел, вот тогда можно сказать, когда взросшенные помощники, когда служение двигается вперед, что это вывел Бог. Потому что, ну, представьте себе, к примеру, ситуацию, что Ной 90 лет строит ковчег, построил две трети ковчега, Бог говорит, «А нет, наверное, давай будем строить другую лодку. Что-то я передумал, наверное, другую, и, возможно, Ной. Давай ты займешься животными, а построит, например, твой сын». Нет. Есть моменты, которые Бог дает делать, и делать их надо до конца. И пример Ноя – это пример настойчивого служителя, который делал свой труд, и который за свой труд был вознагражден, его семья была спасена. И вообще интересно то, что вот в периоде между постройкой, между тем, как Ной начал строить, и между тем, как Ной вошел в ковчег, Бог с ним говорил всего лишь два раза. Да, можно было и усомниться, я думаю, что, и если взять с учетом того, что это было 120 лет, разговоры с Богом раз в 120 лет могли привести к сомнению. Ну, неправда ли? Можно было лет через 60 подумать, что это я строю? Непонятно, да? Но он так не сделал, потому что он был целеустремленный служитель. Друзья, и мы должны строить наши служения подобным же образом, ведь эти служения, каждое служение каждого из нас, они созидают церковь, которая есть телом Мессии, основным предназначением, которое есть спасение людей для совершения их надела служения. Это наша главная задача. Третий пункт. Постараюсь раскрыть его. Ной поклонник с благодарным сердцем. Помимо того, что Ной был верующим своего времени, мы видим, что он был благодарен Богу за то спасение, которое Бог совершил. И если мы посмотрим, то выйдя из говщега, Ной первым делом, что делает, он устраивает жертвенник и приносит жертву Богу. Интересно то, что это первый случай, упоминающий в Торе, когда жертва приносилась на жертвенники. И Ной был первым человеком, который принес жертву Богу, спасшему его, жертву Богу, спасителю, причем сделал он это с пониманием и правильности своих действий, потому что мы видим, что написано, что принесены были в жертву именно чистые животные. Это говорит о том, что на тот период времени уже было понятие чистое, нечистое, и Ной постарался сделать так, чтобы это было правильно. Он принес чистых животных. Свою благодарность он выразил в этой форме поклонения, и это поклонение в форме жертвоприношения. И, как мы с вами знаем, оно было принято самим Богом. Для нас это интересно, потому что, как мы видим из Писания, не все жертвы принимались Богом, да? Мы знаем примеры, когда жертва не принималась Богом, и есть определенные условия, которые надо исполнять при приносении жертвы. Мы не можем делать это, как мы это понимаем, или как это хотим, как нам это видится. Мы должны делать, как надо делать. Вот сейчас, знаете, и, к сожалению, бытует такое мнение, это пример того, что мы можем быть верующими, не ходя в церковь. Мы можем поклоняться Богу, иметь отношение с Богом. В церковь ходить не надо. Мы, вся церковь Бога живого, так я скажу, вот это вот основано на своем суждении. Писание говорит о другом. Жертву Богу надо приносить правильно. Даже если мы, забегая вперед, вспомним, что израильский народ, он три раза ходил в Израиль для приносения жертв. Это очень важный момент, который говорит, что все-таки церковь нужна и важна. Это один из моментов. Доказательств очень этому много. Но сейчас не об этом. Мы с вами должны приносить жертвы Богу. Сейчас эти жертвы духовные. Писание пишет о следующем. 1 Петра 2 глава 5 стих. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Мы сможем это сделать только при одном условии. Это условие очень хорошо понимал Ноэ. Это условие, оно не изменилось как тогда, и оно не измена сейчас. Это благодарность. Благодарность за наше с вами спасение. Вот такой вот интересный персонаж. Ной. Всем известный, хорошо интересный персонаж. Заканчивая, подводя итог сказанному, хочу сказать, что Ной обрел благодать от Бога и был спасен. Мы также обрели эту благодать и спасены, как написано в Ефесянах, ибо благодатью вы спасены через веру и сие не от вас. Божий дар. Поэтому, друзья, давайте будем иметь благодарные сердца за спасение, которое мы имеем благодаря жертве Ишуа, Машеху, которую он совершил на Голговском кресте. Давайте будем строить новый ковчег спасения, ковчег, в котором спасутся люди, давайте будем строить его общину, его кигелу, его церковь и строить целеустремленно, с усердием и так, чтобы она сказали, это проповедники правды. И когда спросят, почему твоя жизнь отличается от жизни других людей, тогда мы засвидетельствуем о том, что сделал Ишуа Хамошек в нашей жизни. Пусть Господь нам в этом всем поможет. Слава Ему во веки веков. Аминь. Слава Ему